Латвийской декларации в 1500 страниц, кроме всего прочего, упоминает и достойные, по его мнению, внимания националистические организации Восточной Европы. Среди них целых пять латвийских. ВИСУ Латвия ТБ ЛННК, Союз Национальной Силы, Клуб 415, Латвийский Народный Фронт, а также Латвийская Народно-демократическая Партия. Некоторые деятели из ВИСУ Латвии уже успели высказать солидарность со своим норвежским коллегой. В своем манифесте, обнародованном перед самым терактом в Осло, Андерс Беринг-Брейвик рассуждает о новом крестовом походе против планов исламской колонизации Европы и марксистских настроений, которые подрывают устои семьи и национальные ценности. В Твиттере аналогичную точку зрения уже успел опубликовать член правления партии ВИСУ Латвии Яннес Ессалникс. По его мнению, жертвы в Норвегии – результат политики мультикультуризации, в результате которой у кого-то просто поехала крыша. Наверняка психологи согласятся, что разного рода социальные несправедливости могут создать почву, благоприятную для появления различных психических отклонений участию людей, которые сталкиваются с этими социальными несправедливостями. В Латвии, по мнению националистов, вопиющей несправедливостью является наличие большого количества русских оккупантов и их потомков. Отсюда многочисленные проявления экстремистского толка и попытки разжигания национальной розни. Однако дело здесь не в психике. Ни одно общество, ни одно государство не может гарантировать то, что не будет каких-то экстремических людей или каких-то уголовных преступлений. В общем, психически нарушенные люди не самые опасные. Они не делают больше статистических уголовных преступлений, как здоровые. Не психические заскоки, а сознательное проведение человека ненавистнической политики ведет к человеческим жертвам. Заявление ЕСЛНЕКСа возмутило норвежцев, живущих Латвии. Печально видеть, что отдельные политики и политические фракции используют ужасный инцидент в Норвегии для политических спекуляций. Это время, когда нужно держаться вместе, а не разжигать страсти. Мы должны поддерживать друг друга. Нам не нужны политические заявления. Не зря сразу после трагедии премьер-министр Норвегии заявил, что ответом на теракт станет еще большая открытость норвежского общества. Ведь бороться со злом можно только пресекая его в зародыше, не давая красивым фразам превратиться в жуткие преступления. А в Латвии росточки-то уже существуют. Борьбу с проявлением мультикультуры, с русскими школами, с употреблением русского языка ставят в угла угла в своей предвыборной кампании, например, свежеиспеченные в субботу национальные объединения, входящие в список норвежского стрелка. И дай бог, чтобы их красивая политическая риторика не переросла в нечто более реальное, как в Норвегии. Это просто ужасный поступок. Это нелепый поступок. Это даже и не протест никакой. Это просто зверство. Юрий Розин, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Юрий Розин, Олег Горячев.